Фунилингус. Тонкий намек. Девочки, давайте, я же не участвую. Главное, чтобы не маленький. На то он и бывший. Три розы в целлофановом пакетике. У него с собой девушка, с собой нужно об этом думать. Слышишь, а если я с двух ног заехать, нормально будет? Всем привет! На улице уже вовсю царит весна, а это значит, что не за горами замечательный праздник 8 марта. Девушки с нетерпением ждут это время, когда мужчины дарят подарки и уделяют внимание, а вот мужики ломают голову над подарком и как сделать этот день незабываемым. Я нахожусь на Крещатике с целью разобраться, какой же подарок, по мнению женщин, является самым желанным и что планируют подарить мужчины, а также как эти подарки реализовать. Меня зовут Ваня и мы начинаем. Уже совсем скоро праздник 8 марта. Как считаете, какой лучший подарок от мужчины на 8 марта? Конечно же, любовь. Любовь и все, так банально. Ну а что-то из материального. Мы сейчас собираем ответы для мужчин, ну так сказать, подсказочки, идейки, чтобы они меньше ломали голову. Ну лучшие подарки, это конечно же ювелирные подарки. Ювелирные, то есть колечки, ожерелья, сережечки. Конечно. Кунилингус. Вот это уже что-то новенькое. Друзья, смотрите, кого мы встретили. Денис Кошельник. Как считаешь, какой лучший подарок для девушек в этот день? Смотря какая девушка. Это же все очень относительно. Ну вот по твоему собиккиному мнению. Ну я буду как, наверное, старый дед, который проходит, если можете, покажите. Это книги. И дед с книгами. И мое точно такое же мнение, что книга лучше подарок. Это, во-первых, поможет вам определить, та ли женщина с вами. Так, начитанная или нет. Ну да, нравится ли ей читать, напрягать свои извилины. Потом, ты же даришь то, что хочешь внедрить этой женщине в своей голову. Значит, ты можешь подобрать нужную книгу какую-нибудь. Хорошо. Какой подарок на твоей памяти, который ты дарил, вызвал максимально яркие эмоции у девушки? Золотая цепочка. Ну это, я был еще такой лет... Зеленый. Да, 19-летний. И на седьмом недвижимости было, да? И этого хватало, да. И вообще, радости было. Капец. Большое спасибо тебе за время. Хорошего дня. Да, до свидания. Скорее поездка, путешествия куда-то. А куда? Что открыто сейчас. Актуальный вопрос на сегодняшний день. Еще обязательно девушкам, которые ждут от своих парней предложения, чтобы им его сделали. Потому что девочки сидят, ждут, а пацаки не делают. Пожалуйста, будьте смелее, праздник как раз хороший повод. Только что брали у девочек интервью. Посмотри, какой букет красивенный, шикарный парень подарил. Это еще раз подтверждает, что цветы можно дарить ведь не только на 8 марта, но и в любой другой день порадовать свою девушку, маму, сестру, бабушку. Это всегда круто. Поэтому, мужчины, давайте не забывать, что девушек нужно радовать каждый день. Не только на 8 марта. Я считаю, что не нужно ждать 8 марта. Нужно дарить подарки просто, когда хочется дарить. Согласен, достойный ответ. Но все же, 8 марта многие девушки ждут внимания, каких-то подарков, комплиментов и так далее. Ну, смотрите, я на самом деле сказал не просто для красного столца. Я действительно так делаю. Я не жду каких-то праздников, 14 февраля, 8 марта. Но, конечно, на 8 марта я тоже дарю какой-то подарок. Короче, понимаешь, какое разочарование в жизни? Я там чуть ранее говорил о том, что вот это парень подарил девушке, у которой мы ранее брали интервью «Букет красивых цветов». Оказалось, что это просто тиктокер или... Ну, короче, какая-то звезда, я, честно говоря, не совсем понял. Но, тем не менее, с ним просто сфотографировались. Он просто вошел с букетом цветов, и с ним сфотографировались. Понимаешь? А я тут уже размечтался. Вот человек цветы подарил. Ля-та-па-ля. Бывают обломы в жизни. Что делать? Идем дальше. Ну, знаете, это такой прикольный вопрос, если честно. Вообще, лучший подарок – это внимание. Какие-то там айфоны, цветы, на самом деле, это все пустяки. Это... Это пыль. Да, согласна, это пыль. Это джентльмен и презерватив. Главное, чтобы не маленький. Ну, наверное, внимание ее любимого человека, если такого имеется. Потому что в будни не всегда получается из-за занятости это делать. В достаточном количестве. Я думаю, краще гроши, напевно, все же таки. Потому что подбирать правильно, что людина хочет, это, напевно, складно. Мужчин? Сначала мужчин. Ну, тоже верно. Вначале мужчина. Это, наверное, самое главное. С бантиком. На счет 8 марта я скажу, что это день женщин. То есть это мама. Для меня женщина, которая родила и воспитала ребенка. Окей, а для мамы подарок? Для мамы подарок всегда цветы беру. Даже если нахожусь в другом городе, звоню. Мне ребята помогают, они всегда передают. Суперкруто. А ты что считаешь? Какой подарок лучший? Самый лучший подарок это внимание, любовь, забота. Из материальных, если так, уже больше приближен. Это вторичный. Это мое субъективное мнение. Для каждого свое, в принципе. Нижнее белье, мне кажется. О, это что-то новенькое. Еще такие варианты не говорили. Косметика. Духи. Что еще можно подарить? Ну, можно подарить айфон, например. Айфон, это, кстати, очень актуально. 12-й вышел, поэтому вполне себе. Встретились с подписчиком Александр, который тоже уже готовится к 8 марта. И давайте спросим. Саш, что планируешь подарить на 8 марта? Какой лучший подарок, по твоему мнению, для девушек в этот день? Ну, подарки всегда очень приятная вещь. Девушкам нравится. Особенно те подарки, которые остаются надолго. И я со своим опытом пришел к тому, что лучше всего, чтобы подарки запоминались, дарить какие-то ювелирные украшения, поскольку девушки их ценят, девушки их носят. Это украшает девушек. Я вот своей подарил такой достаточно крупный сапфир на день Валентина. Круто. И сейчас я смотрю на этот камень, и он больше меня радует, наверное, чем ее. Нет, это классно, когда подарок нравится не только девушке, но и вам, что вот она его носит, значит, он ей действительно по душе припался. Да, все остальное изнашивается. Ну, цветы, само собой, хороший ужин, само собой, как бы постараться либо самому прятывать, либо сводить в какое-то достойное место. Вот. Ну, а все остальное, я считаю, уже не то. Как бы, если девушка цена, то надо, чтобы вы видели, чтобы она, как бы, вас ценит и носит то, что вы ей дарите. И это то, что украшает ее, они это ценят, красоту свою. О, как ты думаешь? Я думаю, что всегда косметика это сто процентов, ну и духи, и цветы, и ресторан, все. Косметика, духи, цветы, ресторан, и вы будете счастливы. Это по стандарту, типа, для всех подойдет. Эмоции. Наверное, все-таки эмоции, потому что когда мужчины готовят праздник, настоящий праздник, и когда они вот хотят тебя порадовать, не просто там, ну, пойти купить ювелирное украшение или телефон, очень просто, а придумать что-то намного сложнее, это дорогого стоит. Тут уже нужно помозговать, как же удивить. Или вы? Выспаться. Выспаться. Мы готовились в январе, где-то какие-то сокровые. Их мы съели, собственно говоря. Да, их мы съели. Авокадо, семга, уже не то. Да, да, да. Мы голодные просто стоим, стоим на авокадо. Я же вижу, мы уже ждем с табличек. Мы уже, да, это наперед. Вдруг что? Я буду даровать квиты. Квиты? Досить круто, спалили тебе трохи. Але то таке, как ты вважаешь, який хороший подарок на 8 березня? Сумка. Сумка. Это очень круто. Какой подарок планируете дарить или какой, по вашему мнению, самый лучший праздник в этот день для девушки? Доброго-доброго дня. Найкращий подарок, звичайно ж, увага, это, по-перше, величезный букет троянд або мальовничих тюльпанев. Тому что, ну, тюльпани символ весны. Ну, непоганым еще подарунком, как на меня было бы, ну, если очень близка вам девчина, або там, например, дружина, классный комплектик с подней билизни. Это было бы очень непогано, и вам понравится, и им. Або приятно, скажем так. Еще классный подарок был бы, как на меня, это тренд, там, от 20-го, 21-го року, полароиды, фотоапараты. Те, что сразу фотографию, ну, сфотографировал фотографию, сразу вышло. Но если девчина любит фотографировать. Ну, я как, а, 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 а девчина не любит фотографировать. Это правда. Ну, в принципе, такий. Я думаю, с таким подарунком все будет ок. Но если маленький скромный бюджетик, то главное вся ж увага и квиточки какие-то. Может, набор джентльмена, Рафаэлка, тюльпани. Ну, набор джентльмена, это уже олдскульно, дуже сильно. Я думаю, можно сейчас новое выгадать, но ведь с маленьким бюджетом. Была фантазия. Звичайно. Может, вы что-то предложите отдельное? Ну, разные были варианты. Были и ювелирные украшения, и поездки куда-то, и сертификаты. И сертификаты, да? Да. Ну, там типа спа, разные массажи. О, спа. Давайте ставимся на спа, да. Спа идеальный подарок. Более чем. Окей, а как считаете, худший? Сразу, причем на несколько человек, чтобы можно было и бабушку, и маму, да, и чёщу. Отправить всех маму. Конечно, да. И, собственно, погулять во слою марта как следует. Наверное, цветочки, но такие, которые в вазонах растут, которые будут напоминать каждый день. Не срезные, короче. Да, не срезные. А вы что думаете? Стихи. Вау, это что-то новенькое. Стихи, это, кстати, интересная идея. Поэтому, если вы рифмоплёк, то вперёд из песни. Из-за этой ситуации так не хватает вот этой смены обстановки, что, наверное, бы каждая девушка хотела бы немножко окунуться в какой-то вот такой, знаете, атмосферу, вот такой необычный перезагрузиться. А вот немножечко, да, сменить обстановку и уехать. Да, путешествие, я вот как помню, это был бы самый лучший подарок. Возможно, вспомните какой-то подарок на 8 марта, который вы запомнили вот больше всего? Ну, я, наверное, только с духи запомнила. Мне не часто подарки раньше дарили. Раньше не было молодого человека просто. Машину. Машину? Вот это круто. Это увага твоего любого человека. И то, как он приносит тебе с ранку каву в лишко, и в укет квитов, и важно еще снеданок, а не только каву. Бельё классное. Нижнее? Да. Или постельное? Нижнее. Нижнее. Ну, если, конечно, лучше взять девушку или сертификат в магазин какой-то, что-то такое. Ну, круто. Белье я тоже согласен-то, хорошенькое. Самый интересный подарок был, это когда мне подарили пакет, в котором сверху торчали букеты желтых тюльпанов. Желтых, потому что я люблю желтые цветы, то есть человек это запомнил. А когда я вынула этот букет, там было пиво мое любимое. И это было так мило. Ну, вы же идеальная девушка. Букет цветов, тем более желтых, и еще и пиво. Пусть дарят сертификат, типа, на косметоз. А, да, бракард там, например. А как насчет спа всяких там вот этих? Ой, блин, совместный отдых где-то в отеле каком-то, в спа-салоне, это тоже очень бомбически. Ну, какое-то кольцо из Пандоры. Кольцо из Пандоры. Да, ну, либо поход в ресторан какой-то. Тоже круто. Пандора вообще универсальная штука. Купил, а потом бусинки покупаешь, и девушка, в принципе... Ну, именно кольцо какое-то. А, кольцо. Просто браслет у меня есть уже. А вам? Папа скакалку Винкс, 8 лет. Боже, какая-то милая скакалка, 8 лет. Я люблю готовить. Если я, допустим, говорю, что мне там нужна сковородка или что-то такое, то я, понятное дело, жду эту сковородку. Хорошо, а самый неприятный подарок, возможно, который вам дарили, и вы хотите забыть и больше никогда, короче, про него не вспоминать, чтобы не получать? Три розы в целлофановом пакетике. Это, наверное, тюльпаны, сорванные из грядки, если честно. Вообще, цветы, не вижу в них смысла. Лучше внимания, вот честно. Когда мой тогдашний бывший молодой человек забыл про мой день рождения. На то он и бывший. Я знаю, что речь про 8 марта, но нет, это так просто нельзя оставить. Подарунок, который вы больше никогда не хотели поддерживать на 8 березня, который вам запомнился, и вы такие, о, нет, больше я не хочу таки поддерживать. Это было уже занадто. У меня такого не было. Но я прошуровалась, если бы это была, мабуть, байдужость. Вот для меня это найгірший подарок. Байдужость, найгірший подарок. Кастроли и всякие сковоритки. Это не найкращий подарок, и это не то, что подвижны женщинам этого дня. Хотя в один день это должно быть действительно оригинально. Это, наверное, как на День Святого Валентина. Валентинка, бесполезная вещь. Так на 8 марта Валентинка? Типа да. А, ну типа скрытики такие, да, в виде восьмерочки такие? Я понял. Пару гвоздик. Пару гвоздик, да, опасненько. А вы как думаете? Честно, я даже не знаю, этим надо реально подумать. Такое, вещи дарить и предметы быта, это такой уровень хозяйственный. Кастрюли и крышки от унитаза не надо? Нет, нет, это совершенно не подходит. Я понял. Большое спасибо, Саш, за ответ. Достойно. Что насчет самого худшего подарка? Может вам дарили или, как вы считаете, какой подарок не стоит? Самый худший подарок это расставание перед 8 марта. Ну это же стандартно. Перед 8 марта расстались, а вот 9-го уже можно и помириться в конце концов. Да, можно и помириться. Расставание. Вот. Расставание, кстати, тоже было, я смотрю, это какой-то прям актуальный. У меня была ручка Паркер, ну типа ручка Паркер. А, ручка Паркер. Ну типа, блин, ручка, ну хоть и Паркер, но типа, блин, да. Как бы хотелось бы что-то другое, если бы там косметика была. Как считаете, что не стоит дарить на 8 марта? Пену тоже не нужно дарить. Тоже не нужно, да. Лучше в другой день, если у вашей девушки растут усы, подарить просто не на праздник. Тренер какой-то, ну чтобы универсальный. Да, 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 так тонкий намек. Что не дарить? Я считаю, просто не портить день праздничный. Каким-то плохим своим настроением еще каким-то таким... Максимально взять себя в руки, если даже что-то не нравится, не давать виду. Да, да, да. То есть если у тебя даже какие-то происходят в жизни проблемы, какие-то непонятные вещи, которые тебе портят настроение, просто старайся это все подавлять хотя бы на этот день для того, чтобы там в своей второй половинке не портить... Ну, или не второй половинки, там, маме, бабушке, подруге, да, не портить настроение. Да, женщинам, девушкам. Согласен. Спасибо большое за ответ. Хорошего дня. Ну, я думаю, кухонную утварь нежелательно, ну, бо біля плити воно встигнет постоять, але на 8 березня якось не дуже хотілося б дарувати ей таке. Ну, біля станка, щоб теж на заводі не стояла. Любі, просто цінуйте і не напрягайте її в цей день. Це воно найкращий подарун. Я не люблю, коли мені дарять мыло і свечі. Вот, які свечі? Ну, такі. Время подводити итоги. Було інтересно узнать, що хотят дівшки на 8 марта і що планирують дарити парні. І, воно, мнения совпали. Як дівшки, так і парні считають, що лучшим подарком на 8 марта є внимание. І все парні як один говорили, що универсальний подарок – це ціпи. А вот у дівшок на ціпт другое мнение. Некоторі считають, що хороший подарок – це ужин в ресторане чи в Макдональдсі. А у інших запроси чуть повыше, начиная от поїздки за границу і закінчевая покупкой автомобиля. І якщо такі подарки, як внимание, любовь, забота, ви можете дарити кожний день без особых усилий, то на подарки по типу поїздки за границу, абонементів в спа-салон, духи, косметика, нижнее белье і прочее – це все требує фінансів. Возникает вполне логичний вопрос – а где взять эти фінансы? Так як я являюсь трейдером, то поделюсь своїм рецептом того, як можна приумножити капітал і порадувати родних жінчин приятним сюрпризом к празднику весни. Надеюсь, для вас не секрет, что цена тех или иных валютных пар или же акций постоянно находится в движении. Это движение может быть либо вверх, либо же вниз. Трейдеру нужно сделать свой прогноз, заключить сделку, подождать немного, и в случае, если его прогноз оказался верным и сделка закрылась в предполагаемой трейдерам стороне, трейдер получает прибыль. Звучит сложно, но давайте разберемся на практике, как это работает. Перед нами график валютной пары евро по отношению к американскому доллару. Сейчас я планирую заключить сделку на 50 долларов и в случае правильного прогноза заработаю сверху 80%. То есть это 40 долларов прибыль. Давайте попробуем заключить сделку на небольшое время, думаю, минуты-полторы будет достаточно, на повышение. То есть сейчас мы прогнозируем, что через полторы минуты движение цены окажется выше той точки, где она находится сейчас. Наблюдаем. Отлично, сделка закрывается в плюс, соответственно, благодаря правильному прогнозу мы увеличили наш депозит на 1120 гривен. Я думаю, что на такой набор джентльмена, как коробка конфет и букет цветов точно хватит. Ну а если хотите подарок подороже, то нужно еще посидеть для того, чтобы найти подходящие точки входа. Будем искать. Надеюсь, это видео вам понравилось и вы подчеркнули для себя что-нибудь полезное, какую-то идею для подарка. И если это так, то не забудьте поддержать это видео своим лайком и бегом в магазин за цветами. Желаю вам отпраздновать 8 марта наилучшим образом. Не забудьте поздравить своих жен, подруг, мам, девушек с этим замечательным праздником весны. Всем мира, достатка и добра. Ну а если вас заинтересовала тема трейдинга, то приглашаю вас присоединиться к онлайн-школе, которую я создал специально для того, чтобы по полочкам разложить, как это работает и как можно увеличить свой капитал за счет прогнозирования движения курса валют. Более подробная инструкция в описании к этому видео. Большое спасибо за просмотр. Не забудь поставить ему лайк, подписаться на канал и на инстаграм. До скорой встречи и увидимся.